Сегодня утром 22 марта в 10.59 в досуговом центре Юность поселка Петровская охранникам был обнаружен подозрительный предмет. Руководство учреждения тут же передало информацию в службу 112. Так началась тренировка по антитеррористической безопасности. Все происходило стремительно. Сотрудник охраны провел оцепление. В это же время руководитель досугового центра, включив сигнал тревоги, звонила по телефону 112. Здание было заполнено людьми. Все они слаженно эвакуировались. Внимание! Чрезвычайная ситуация. Всем покинули помещение. Ответственные, проверив каждую комнату, также покинули здание. Жанна Александровна, эвакуировано из здания 41 человек. Один за другим начали приезжать автомобили экстренных служб. Полиция, пожарные, сотрудники Росгвардии. Последние провели оцепление территории. В помещение прошли кинолог с собакой. Их задача была определить, представляет ли угрозу предмет, найденный в фойе, и нет ли в здании других опасностей. После отчитались, взрывчатых веществ не обнаружено. За процессом эвакуации и дальнейшей работы спецслужб следили наблюдатели. Константин Русаков отметил четкость выполнения действий всеми участниками тренировки. Все службы сработали оперативно, действия налажены. Все было проверено грамотно. Все люди эвакуированы, сотрудники в порядке, без повреждений все прошло. Все прошло на хорошем уровне. Эксперты по результатам тренировки тоже поставили высокую оценку, что говорит о хорошей подготовке как специалистов, так и работников культуры. Главной целью тренировки было обучить персонал объекта культуры способом противодействия терроризму. Практически были отработаны вопросы эвакуации. Эвакуирован 41 человек. Оценка действиями персонала объекта дана положительная. У нас именно такого масштаба – это первый раз мероприятие. Оно не неожиданное, оно было в плане, мы к нему готовились. Проговаривали разные моменты, разные ситуации, проходили ножками пути эвакуации. Завершилось мероприятие под ведением итогов. Очередная большая тренировка в муниципалитете пройдет в следующем квартале. Татьяна Брылова, Александр Логинов, Гульнара Балаева, Видное ТВ.